здравствуйте уважаемые телезрители здравствуйте уважаемые коллеги большое спасибо что пришли в пресс-центр абхазского телевидения хочу сообщить вам что сегодня у нас в гостях в пресс-центре абхазского телевидения председатель госкомитета по экологии и охране природы абхазии савелий чтанава директор фонда горной абхазии тенге старба заведующий лаборатории энтомологии и инвазивных видов института экология на михаил кири я знаю что вы к нам прибыли вот с очень важной встречи тут вот которая закончилась вот буквально недавно расскажите пожалуйста о том что это была за встреча учитывая что вот мы собрались сегодня для того чтобы все-таки понять на какой стадии находится борьба вот с пальмовым долгоносиком ну позвольте если я возьму слово сейчас буквально третий день находится здесь группа специалистов приглашенных специалистов из международной организации фау это продовольственная сельскохозяйственная организация он которые прибыли сюда с определенной миссией именно поделиться уже во второй раз своим опытом по контролю распространение в инвазивных видов и в данном контексте мы сейчас будем говорить о распространении борьбе с красным пальмовым долгоносиком среди приглашенных специалистов находится специалист канарских островов его зовут моисес фаярдо фахардо который возглавлял компанию борьбы с этим долгоносиком на родине вообще канарских пальм на канарских островах и спустя долгий и упорный временной промежуток в 11 лет они заявили уже о том что в течение последних трех лет у них на островах эта проблема как таковая отсутствует то есть их опыт для нас можно сказать бесценен в плане именно подтверждение результативности их работы они осмотрели те работы которые были проведены у нас здесь в абхазии и высказали свои замечания и предложения по вопросам по дальнейшей работе с этим вредителем у нас в абхазии напомните когда вот появилась эта проблема когда появился вредитель вот давайте чуть-чуть вспомним как это было до истории о том что было ну наверняка многие уже это слышали но повторимся о том что пальмов долгоносик вообще в черноморском регионе инвазивный вид который появился в преддверии олимпийских игр сочи и в тот момент когда завозилось огромное количество посадочного материала контроль за этим материалом был видимо не такой жесткий как следовало и уже в 2014 году на новых посадках были обнаружены взрослые жуки этого вредителя хочу отметить что это обнаружение этого вредителя сочи она вторичная то есть первично в прям единичные экземпляры были встречались еще в 2007 году но тогда эта проблема она не получила своего распространения и было как сказать локализована в кратчайшие сроки и уже повторное обнаружение это 14 год более массовый что касается абхазии то первый подтвержденный случай появления этого жука здесь это 2016 год когда были обнаружены уже погибшие пальмы в гагрском лице интернате во дворе перед этим лицеем росли большое количество пальм сейчас их осталось пять и я помню вас сейчас поставят назову точную цифру сколько их там было но вырублена порядка пяти-шести деревьев точно вырублено в этом лице интернате они уже были настолько сильно заражены что их невозможно было спасти и с тех пор как сказать институт экологии который как сказать является можно сказать единственным научным учреждением который может взять на себя вопрос по обеспечению научной составляющей этого вопроса пригласил специалистов из фау которые впервые нам вообще рассказали о тех методах которые есть в мире по борьбе с этим вредителем и среди первого эксперта который здесь был это был ромэно фалейро он из гуа и там тоже он возглавлял этот вопрос по борьбе с этим вредили вообще консультанта по этому вопросу что могу сказать что на тот момент тот опыт который мы получили он беспрецедентным для абхазии и никто со стороны кроме них от этой организации не мог прийти нам и рассказать что делать и сегодня уже без этого опыта мы бы оказались куда более плачевной ситуации чем сейчас первые шаги были уже предприняты вот тенгиз хочу обратиться к вам вы один из первых кто начал громко заявлять о том что на самом деле одних сил там у государства недостаточно и вы предлагали активному небезразличному населению принять во всем этом участие расскажите вас насколько вы получили отклик и сколько удалось собрать сколько пальм за счет этих там средств удалось подлечить спасти ну во первых безусловно первыми об этом говорили экологи и были публикации 2014 2015 годах от общественности так скажем может быть громче всех выступил я но я тоже не был первым я был первым в желании собрать какие-то деньги и этими деньгами помочь в работе нашим государственным структурам и откликнулось много людей в частности допустим бесла награба перечислил 300 тысяч рублей александр шоу он провел концерт благотворительный перечислил 200 тысяч рублей вот сегодня мне всемирный абхазинский конгресс передал 70 тысяч рублей то есть в итоге мы собрали около 700 40 тысяч рублей часть этих средств она уже израсходована нами были куплены пестициды мы помогали в конце года так как были определенные сложности мы и старались финансово тоже поддержать наши организации и вот буквально вчера я передал зеленому хозяйству сухумскому 45 литров пестицидов на сумму 154 тысяч рублей но вся эта деятельность она осуществляется государственными организациями и вот мы сегодня когда говорили с экспертом и я ему задал вопрос может ли быть волонтерская работа в этой части и он как бы однозначно сказал нет потому что все-таки нужно они допустим на протяжении нескольких месяцев готовили специалистов у них постоянная команда которая не меняется потом есть определенные риски то есть он должен быть уверен что если он обучил человека если он столько времени и сил на него потратил то значит он дал команду эта команда выполняется волонтерская работа у него немножко другая специфика и поэтому пока у нас не получается подключать в общем-то людей которые хотят помочь но вот в такой в такой форме как бы до предоставления денег финансовых средств в общем-то у нас получается еще бы мне хотелось бы сказать что и в гагре тоже начали сбор средств я сейчас не могу сказать точную сумму но они тоже какую-то сумму собрали и планируют тоже покупать пестициды это вот общественности если я не ошибаюсь вот до нового года была такая прям явная активность ее можно было наблюдать и в городе как эти пальмы лечили мы читали в социальных сетях мы наблюдали то есть повсеместно вот эту вот активность и было видно что людям не безразлично в какой-то период как мне показалось наблюдался спад вот в принципе это главная причина по которой мы с вами сегодня и встретились потому как вот как несколько месяцев до после нового года была скажем так тишина с чем это было связано и на сегодняшний день какие вот встречи была встреча важна и вот какие активные действия и было ли это бездействие то есть нас интересуют вот в этом ключе вопросы пожалуйста конечно ну это кажется что бездействовали почему потому что во дворе холодно как вы понимаете да вот для предпринятия активных противодействий для обработки пальмы долгоносиков не время мы ждем когда средняя температура установится атмосферного воздуха плюс 15 и выше когда начнется активизация этих жуков у нас действует здесь комиссия есть у нас необходимые средства чтобы начать активно ну скорее всего это произойдет с конца марта где-то середине до середины апреля но сейчас единственное что можно предпринимать вот я говорил с михолом кири к сожалению я сегодня не смог принять участие в работе этой группы экспертов но сейчас нам поставлена такая задача нами чтобы произвести обрезку нижних листьев уже пораженных пальм и удалить те пальмы которые уже явно видно что они поражены и погибают для того чтобы начать работать повторюсь еще раз у нас есть необходимые средства то есть пестициды нам переданы с министерством сельского хозяйства 200 литров еще международная организация вот здесь сегодня буквально должна передать нам еще какой-то объем то есть для начала у нас есть все это не бездействие мы просто ждем средняя температура как установится атмосферного воздуха и мы начнем работать и действовать для этого есть все необходимые то есть скажите пожалуйста да там уже с 14 года если я не ошибаюсь да там проблему я поправлю этот вопрос просто чтобы как бы было более понятно с 14 года известно об этой проблеме да вот но момент такого распространения массового распространения этого вредителя в сухуми произошел исключительно 2018 году говоря в сухуми вы имеете ввиду всю абхазию именно в сухуми да это 2018 то есть прошлый год и как сказать можно сказать что процесс борьбы с этим вредителем в сухуми начался формально с ноября прошлого года в горя на других регионах и районах мы можем сказать что центре это 2016 год и проникновение в гагру это тоже 2018 год то есть до 2018 года до лета 2018 года в гагре не был зафиксирован этот долгоносик не были зафиксированы признаки поражения у пальм этим вредителем и эти признаки появились исключительно в 2018 году что касается проникновение его то естественные естественная способность к перемещению этого жука она ограничена не более пяти километров можем сказать так то есть основная причина вообще в мире распространения этого вредителя антропогенный фактор перемещение вместе с транспортными потоками и самая главная самая главная причина посадочный материал тот эксперт который был у нас заявил что вот один из самых первых шагов который должен был приниматься это запрет на ввоз любого посадочного материала пальм независимости от места произрастания так как весь средиземноморский бассейн это тот центральный очаг в европе по этому вредителю это мера уже принято это мера уже принято но она оказалась с принятой с опозданием поэтому вот если говорить о других каких-то конкретных действиях которые были предложены которые были разработаны вот мы можем буквально так пошагово по пунктам сказать вот час марте дата мы начинаем мы будем делать вот это вот это и вот это ну существует определенную план лечения и предварительного лечения искать институтом экологии вообще перед началом работ разработана инструкция по мерам борьбы с этим вредителем и там пошагово расписана вся процедура от обработок до обрезок до захоронения уже погибших деревьев то есть на каждом этапе есть свои нюансы которые нужно соблюдать и если выпадает какое-то звено из этой цепи и не соблюдаются те процедуры которые в принципе предписаны они опробированы эти процедуры то вся система нарушится и мы не добьемся того результата который поставлен то есть важно отметить такой момент что недостаточно условия выделить деньги на пестициды этого это не тот вообще подход который позволит что-то изменить ситуации то есть купить пестициды это самое легкое что можно сделать существует целый комплекс вообще вопросов и мероприятий которые необходимо принимать я просто не буду вдаваться в технические моменты так пробежаться если то плановые обрезки обработки срезанных листьев установка феромоновых ловушек установка капельниц деревья обработка самих деревьев сверху то есть там очень много моментов и как на каждом этапе идут расходы определенные это и людские ресурсы и материальные ресурсы и говорить о том что нам если нам дадут пестициды то мы со всем справимся это тоже неправильно то есть там целый комплекс работ и самый главный а на самом деле а самый первый там мониторинговые процессы то есть то что мы сегодня увидели тот опыт которым поделился этот специалист то на каждую пальму залезает человек соответственно который знает что нужно искать раздвигает каждый лист и проверяет его на наличие тех начальных самых первых признаков поражения которые могут быть мы же со своими ресурсами можем максимально что сделать это пройтись по месту по району произрастания пальм с биноклем рассмотреть эти уже более крупные признаки повреждения на которых эта стадия может быть уже запоздалая реакция может быть наша мы должны более проактивно действовать и тот опыт которым поделились он да пожалуйста сочного мне бы хотелось вот еще сказать опыте наших коллег которые с которыми сегодня общались у них в зоне поражения было около 72 тысяч пальм то есть всего там мы произрастает около 400 тысяч пальм и важно что самая активная часть была это первые четыре года даже даже первые два первые два года и они конечно на самом деле порой где действовали очень жестко да допустим они вырубали как только видели что пальма заражена они сразу же в течение суток обязаны были вырубить то есть были очень жесткие правила и и поэтому и опять-таки там был такой большой комплекс мир и я убежден в том что к сожалению хотя мы об этом говорили савель Михайлович говорил и это и в парламенте из примером обсуждался этот вопрос о необходимости либо создания некого механизма да ну то есть неважно как мы его назовем но нужно постоянно действующая команда которая будет заниматься исключительно на значит даже даже вот сейчас самый острый у нас пальмовый вопрос на самом деле эти да вообще инвазивные виды потому что у нас сейчас идет вот новая проблема с эвкалиптом у нас уже с кипарисом с кипарисом с каштаном так вот к этому об этом поподробнее как раз я и хотел спросить то есть роман саидович в одном из своих интервью сказал о том что как бы в абхазию возможно как бы попали попадут уточняйте помогать и то есть мы не застрахованы совершенно от того что к нам не попадут еще какие-то новые виды вредителей скажите они уже здесь есть какие-то виды можем ли мы говорить об этом сегодня раз вот эвкалипты кипарисы до этого мы практически потеряли самшит позвольте на продолжу этот разговор я в интервью как-то говорилось но повторюсь евросоюзе же годно обновляет список инвазивных вредителей появившиеся на территории европы из этого списка на территории сочинского побережья сегодня встречается но уже более 20 видов из этих 20 видов 7 видов инвазивных встречается на территории абхазии я не подскажу это была самшитова огневка это клоп на это пальмовый долгоносик теперь два и вкали два вредителя на эвкалипте на мимозе вредитель обнаружен обнаружен на кипарисе то есть это появление этих видов они будут продолжаться и в этой связи вот как сказал тенгиз мы говорили об этом и правительстве но к сожалению пока не смогли продвинуться дальше я имею ввиду о создании специализированной структуры которая занималась бы декоративными растениями у нас при сельхоз при министерстве сельского хозяйства есть отдел защиты растений но имеется ввиду сельскохозяйственные растения так же надо создать какую-то структуру которая занималась бы декоративными растениями и соответствующими соответствующими соответствующим с необходимыми для этого средствами и материальными и техническими и прочими в противном случае естественно вот как самшитовой огневкой эти инвазивные виды появившиеся вновь они естественно для нашей фауны новые наши специалисты не всегда ее тоже знают мы должны искать об этом растении об этом виде информации по другим источникам пока все это мы сделаем естественно уходит время да самшит на самом деле погиб на территории абхазии но единственное где удалось сохранить самшит это ущелье реки почему потому что путем неоднократных обработок мучений и так далее ввиду доступности для наземной техники сегодня самшит сохранен только по ущелье реки бзы и также с каждым появившимся видом нам надо во первых иметь специализированную группу где бы были бы специалисты и адекватно и мгновенно реагировать на все это ну вот как вы сказали у нас есть реально печальный реально горький опыт потери самшита ну я просто можно добавлю немножко по самшиту вот этот пример его стоит немножко выделить в относительно других примеров потому что этот вопрос это не локальный вопрос самшитовой огневки эта проблема не та которая вот мы не справились только и и все на самом деле самшит калхидский эндемик кавказа он истреблен повсеместно в местах своего произрастания от сочи до ирана то есть не тот объем бабочки которая была сформирована на территории сочинского национального парка возможно так называется с тисо самшитовой рощи которая была уничтожена этой огневкой и направившись а дальше в абхазию в грузию в иран и так далее этот объем настолько был большой что что обработать химическими препаратами это единственный метод борьбы с этим вредителем обработать все площади произрастания самшита это невозможная задача не в условиях абхазии тем более но мой вопрос как раз был связан немного с другим я ни в коем случае не оценивал справились не справились и тогда очень много говорили о масштабах и проблеме я хотел понять другое вот на самом деле насколько насколько ситуация страшна с пальмами какая ситуация сейчас наверняка у нас есть картина мы знаем да примерно сколько пальм у нас в абхазии сколько мы уже потеряли сколько сейчас болеет и и сколько потеряем то есть вот такая простая арифметика и хочется понимать я думаю что и нашим коллегам-журналистам это тоже очень важно и в принципе всем в абхазии это очень важно знать в прошлом году была создана комиссия по борьбе с невозземными вредителями куда вошли районные руководители сельхоза отделов и специалисты была поставлена задача произвести инвентаризацию крупноствольных пальм почему я говорю крупноствольных потому что мы первое время не брали во внимание пальма трахикарбус то есть верная китайская пальма на территории абхазии на сегодняшний день миша если я ошибаюсь поправить около двух с половиной тысяч крупноствольных пальм это канарская пальма это сабаль это будьте но вот эти вот крупные элитные виды пальм их около двух с половиной тысяч прошлом году после нашей обработки городе сухом было вырублено около 15 единиц но к сожалению это еще не все сегодня мы видим по городу есть пальмы которые подлежать подлежать удалению но это дело время что ли сегодня завтра это будет произведено в целом по республике миша около 100 единиц пальм вырублено до 100 сейчас 100 еще не вырублено стоит это той то число которое мы потеряем потеряли и потеряем в этом году точно однозначно то есть около 100 деревьев суммарно с 2016 года либо вырублено либо подлежит вырубки в ближайшее время то есть это порядка общее количество я могу так предложить это около пяти процентов паленок насаждений причем большая часть из этого это потеря именно можем считать прошлогодние то есть учитывая такой такую скорость потери но в этом году прошлом году 5 процентов в этом году если при ничего не предпринимать и оставить всю ситуацию на саморазрешение то мы потеряем порядка еще 15-20 процентов пальм с каждым последующим город годом скорость будет возрастать и на общую потерю пальм можно отвести 3-4 года то есть это 4-4 года бездействия либо неправильных действий или неполноценных действий которые мог возможно будут ну вот еще наверно одна такая важная причина по которой мы здесь собрали вы можете нас ну заверить в том что все необходимые меры для того чтобы ситуацию хотя бы стабилизировать привести к тому что мы через три года не останемся без пальм в абхазии предпринимаются что своими силами и насколько этих сил достаточно то есть вот реальную картину понимать того что происходит чтобы мы через три года вдруг не собрались и не говорили о том что мы потеряли все пальмы у нас в абхазии на сегодня вот учитывая сегодняшнюю ситуацию сегодняшние меры которые предпринимаются с большей долей вероятности я могу сказать что нет этого недостаточно и многократно недостаточно по самым скромным подсчетам которые были произведены совместно с экспертами с комитетом по экологии вот мы общались недавно в год на всю эту программу условно говоря если мы берем только пальмовые насаждения трудозатраты пестициды и так далее техника порядок цен и раз той стоимости этих пальм которые нужно затратить на спасение это более 15 миллионов то есть 15-20 миллионов это самые такие скромные подсчеты тех расходов которые нужно понести чтобы сохранять эти пальмы и эта программа должна быть а какими финансовыми возможностями вы располагаете сейчас мы примерно понимали институт никаким вообще эксперт говорит что надо иметь чтобы более-менее что-то сделать около 15 миллионов рублей сколько у есть чтобы мы понимали вообще нам что вообще что делать как вообще реагировать на ситуацию ну понимание это конечно и правительстве тоже есть но как всегда финансами сложности на сегодняшний день мы располагаем двухсот двухсот литрами пестицида но это же недостаточно нам вот только что рассказывали что нужно люди нужна техника так ясное дело мы работаем с администрацией города который предоставляет нам транспорт транспорт в виде подъемника вот на днях буквально мы и начнем это делать относительно достаточности наших средств ясное дело недостаточно говорю есть понимание я говорил и с президентом говорил и с премьер-министром без внимания это не останется начало для начала у нас есть а далее естественно должно быть что-то но вот вы говорите сухум а как вот я знаю михаил когда мы с вами договаривались о сегодняшней встрече вы были в гагре по этому вопросу как дела в гагре по гагре ну опять таки любые как бы вопрос ресурсов это вопрос административных органов и так далее саверий михаилов больше в курсе по гагре тоже скажу они обращались к нам мы им выделили из тех скудных средств что есть у нас спасая пальмы сухуми и не обращать внимание на эти пальмы в гаграх тоже нельзя это одно это одно целое и к ним тоже пока мы делимся из тех средств что у нас есть дали естественно как получим необходимую из ваших слов мне стало понятно что средств практически нет но сегодня нет на завтра буду но мы все на это надеемся ну просто дополни такой момент что есть известен вообще объем ресурсов которые нужно затратить они не говорю сейчас о деньгах я говорю о затратах на пестициды на работу и так далее есть понимание того что нужно делать и при наличии соответствующей реакции газ со стороны государства каких-то организаций частных компаний это особо хочу подчеркнуть потому что в гагре огромное количество всем вам известны пансионатов здравницы домов отдыха в частных имена и на их территории произрастают тоже пальмы которые в принципе тоже болеют тоже заражены и без их участия и вовлечения в этот процесс самостоятельно государство наше с этим вопросом не справится поэтому не знаю могу просто призвать чтобы все заинтересованные стороны которые могут помочь сделали это вот я хотел как раз обратиться к вам тенгиз будет ли еще подобный опыт когда вы объявите скажем так сбор на средства сбор средств на спасение пальм и это вот первый вопрос еще я хотел уточнить вот вы перечислили организации которые да там дали деньги это известны там и крупные меценаты тоже она частном уровне вот простые граждане они прислали деньги пусть 500 рублей пусть 1000 рублей то есть насколько это было активно да конечно да во-первых хотел сказать что еще и сеть ресторанов а чача тоже перечислила нам средства а еще где-то около ста двадцати тысяч рублей были перечислены вот таким образом по 500 рублей по 1000 рублей в принципе как бы я не остановил сбор средств и вчера я об этом тоже написал себя на странице facebook но сбор средств идет но все равно есть какая-то какие-то возможности мои мои ресурсы собственные информационные имеют то есть когда я пишу меня там прочитает какой-то давайте воспользуемся возможностью нет я вам серьезно говорю это правда общая проблема вот в камеру можете обратиться и вот заявить о том что вот все желающие да я бы хотел немножко по-другому сформулировать начало во-первых ситуация действительно сложная и и без активного участия государственных структур и видимо международных организаций то что сегодня происходит этот вопрос не решится потому что суммы достаточно большие и вот мы говорили что мы около там 800 тысяч рублей собрали а для решения этого вопроса нужно ежегодно 15-20 миллионов рублей расходовать но в любом случае вот эти вот небольшие средства мы сейчас допустим направляем на центральные улицы города и поэтому так или иначе какие-то какой-то результат от этого есть безусловно он временно то есть на если в дальнейшем не будет мы не изменим полностью наше отношение вот к этой проблеме и не только к пальмам то то в общем то нас ждут очень серьезные проблемы как сказал михаил в течение нескольких лет мы потеряем пальмы я хочу сказать о том что савелье михайлович он ежедневно присутствует на всех работах что связано иска из самшитовой огневкой с пальмами и я вижу что наши специалисты делают все возможное но к сожалению они ограничены в ресурсах и я очень надеюсь на то что во первых наша общественность как бы такой будет мягкой силой которая будет поддерживать нас поддерживать экологов в том чтобы настоять на на принципиально новом подходе к проблемам связанным с экологическим проблемам абхазии и и вот уже в последнюю очередь я безусловно вас призываю поддержать нас у меня на на моей странице фэйсбук и в инстаграм и в контакте есть реквизиты которые вы можете посмотреть и переслать свои деньги помню по мере возможностей и все эти деньги безусловно будут направлены на лечение пальм спасибо спасибо большое уважаемые коллеги если есть вопросы пожалуйста ольга джона нужная газета я хотела уточнить вот вы сказали что у нас еще появились вредители новые эвкалипт до захватили мимозу еще какие-то растения а уже что-то принимать предпринимается в этом направлении или мы будем ждать пока случится то же самое что с пальмой я могу относительно ситуации только прокомментировать а не действия которые могут быть предприняты институтом экологии максимум что может произойти на этом мониторинговые мероприятия и подготовка рекомендаций по действиям на каждом по каждому вопросу изредителей опять-таки если мы владеем этой информацией то есть сегодня по факту ничего из того списка условно для который был озвучен савелий михайловичем что более 20 видов зарегистрировано в сочи практически все эти 20 с лишним видов мы ожидаем у нас здесь на эвкалиптах вредители уже есть на кипарисах это пока не подтверждено но это с большой долей вероятности и мы можем говорить о том что это уже будет у нас каштановый вопрос тоже открыт потому что там помимо вредителей есть еще такой называется каштановая гниль это болезнь каштана но проблема здесь совсем в другом еще что мониторинг каштановых насаждений достаточно сложная вещь так как оставшиеся каштановые леса это труднодоступные регионы горные районы и туда нет такого легкого простого подъезда доступа но опять-таки учитывая что это есть сочи с конечно с большой долей вероятности это у нас есть то есть продолжая мысль коллеги ольги я все-таки хочу понять мы вынужден я понимаю что никто этого не хочет я все это прекрасно понимает но получается мы вынуждены ждать какого-то пика для того чтобы реально включиться я могу прокомментировать относительно пальмы эту ситуацию ситуация абсолютно аналогичная то есть еще в две тысячи шестнадцатом году когда только мы обнаружили это этого вредителя на у очень маленьком участке в поселке цандриевш максимально было это озвучено во всех средствах массовой информации при желании можно это проверить как сказать особо интересующиеся могут убедиться в это на информационных ресурсах интервью и романа саидовича бар о том что угроза распространения этого вредителя она максимально высока и нельзя надеяться что он останется только в этом узком ареале цандри пша но к сожалению не тогда не были приняты меры по запрету завоза сразу автоматически этого карантинного вообще этих растений которые могут содержать этого вредителя не какие-то другие меры то есть в нашей ситуации нужно тревогу нам нужно для нас я так понимаю что в нынешней ситуации что пока это не предпримет не при не примет такие такое массовое распространение у нас очень тяжело что-то сдвинуть с места учитывая всю бюрократизацию этого процесса то есть но как савелий михаев сказал руководство страны проблему знают и готова оказать всяческую помощь для ее решения если продолжать эту тему относительно каштанов то я хочу сказать не первый год конечно каштаны страдают вот этим грибом крифонякторе что называется впервые и на территории абхазии этот гриб был замечен 1930 в основном тридцать девятом году но настолько вяло идет распространение этого гриба что последнее время об естественных зарослях каштана говорить приходится очень осторожно почему потому что нет сегодня естественных насаждений где бы не был бы поврежден этим грибом самые крупные каштановые насаждения это двуречи где были созданы специальные площадки для исследования питерские ученые приезжали и занимались этим но на самом деле ситуация очень и очень сложная с каштанами если мы имеем возможность пальмовые насаждения в городской черте каким-то образом обрабатывать то обрабатывать естественные насаждения в пересеченной местности это очень сложно и даже невозможно пока в наших условиях да и мы завершаем да пожалуйста да мне бы хотелось просто вот завершение так получается мы должны еще раз я подчеркиваю мы должны в корне пересмотреть наше отношение к экологическим проблемам и вот если всеми нами безусловно в первую очередь государством это отношение будет пересмотрено если будут выделены такие серьезные средства тогда экологи наши и те структуры которые сейчас над этим работают у них появятся ресурсы и возможности реагировать если мы все оставим в той ситуации которая у нас сейчас складывается то я все-таки вынужден буду остаться пессимистом и мы не сможем разобраться с проблемой пальм и с остальными другими вредителями которые к нам идут спасибо спасибо большое спасибо уважаемые коллеги спасибо гости я надеюсь что совсем скоро мы встретимся и наши прогнозы будут более оптимистичными с вами работал пресс-центр абхазского телевидения встретимся через неделю